День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжаем утро на Болткоме. Всем доброго утра, Олег Пекай, Александр Шунин. Здравствуйте. И к нам присоединяется кинокритик Вадим Агапов. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Мы хотели обсудить итоги, прошедшие в церемонии вручения наград Американской киноакадемии. В этом году это было очень необычно, потому что, во-первых, все происходило не так пафосно. С учетом пандемии там были свои ограничения, не было ведущих, все достаточно вручали оперативно и быстро. Но самое главное, что мне показалось, в этом году картины, которые претендовали на главный приз, лучший фильм года, они были абсолютно такие сугубо американские. То есть ощущение, ну, во-первых, сама система кинопроката была как-то разрушена из-за пандемии, и далеко не все фильмы возможно было людям посмотреть на киноэкранах. Что-то привозили, что-то удавалось, но это скорее было исключение. И вот эти фильмы американские, они скорее были посвящены своим каким-то узкоспециализированным проблемам. То есть это и «Судьба бездомных американцев в земле кочевников», это и «Суд на Чикагской семерке», это вот какие-то истории американской борьбы против войны во Вьетнаме, история «Черных пантер», история мигрантов, там, минарий. То есть как будто бы вот все фильмы, они не являются таким народным кино. Вот если вот вспомнить, что раньше побеждало «Гладиатор», «Форест Гамп», «Титаник» уж там вот. Ну, просто, ну, фильмы, которые смотрели миллионы и миллионы по всему миру. Вот так ли это, вот, наверное, первый вопрос, к которому мы обращаемся к Вадиму Агапову. Ну, я отчасти соглашусь, только нужно уточнить, что такое народ. Да, вот народные, в смысле, фильмы, сделанные для публики, да, чтобы посмотрели всей семьёй, вот таких фильмов было действительно очень мало. Точнее я мог бы сказать, что это был только один фильм, это мультфильм «Душа». При этом, ведь важно, очень простой критерий. Те фильмы, которые вы смотрели, на какой бы вы захотели пойти в кино? В смысле, не спецэффектов, вот в чём беда. То есть это и не с «Оскаров» началось. Сейчас в кино идут только из-за спецэффектов, потому что понимают, что на маленьком телевизоре смотреть такие эффекты неинтересно. Но раньше люди входили в кино, потому что некий коллективный опыт давал больше, чем индивидуальный, скажем, комедии с Луиде Фюнессом «Смотри дома» или с Пьером Ришаром совсем не так интересно, как в зале. Вот он коллектив, вот он народ. Вы становитесь умнее от того, что вы улавливаете реакцию зала. И сейчас, ну это, конечно, от Голливуд не виноват, это вообще с кино такое сейчас происходит всё. Но если говорить о, как в советские времена говорили, национальной по сути, а социалистической по содержанию, то тут можно сказать, что да, американские фильмы сейчас по форме, а не вроде бы про Америку, суд над какой-то там семёркой или восьмёркой, про каких-то мигрантов. Но если чуть-чуть глубже копнуть, это универсальные темы. Это универсальная тема авторских прав, да, романка фильм. Это о свободе прессы, о свободе высказывать своё мнение. Извините, это что, американская проблема? Или Минари, когда южнокорейская семья переезжает в Америку. Да, пожалуйста, снимите фильм о том, как латыши переезжают в Россию и пытаются наладить связь с русскими. Это что, не наша тема? Просто за неё здесь никто не возьмётся? Страшно. И никто за это... Её никто не профинансирует, ни Россия, ни Латвия. Поэтому остаётся Америка. И в этом смысле, да, в зрительских фильмах было намного меньше. Ну, а универсальных фильмов всё-таки хватало. Просто нужно было чуть-чуть докрутить, да, какие-то включить метафорические цепочки в голове. И всё. Изменилось ли вот за это время всё-таки способ потребления кино? Потому что действительно картины вот такие серьёзные, тем не менее их интересно смотреть в кинотеатре, вот с какой-то аудиторией, с реакцией зала. А когда человек вот приходит после рабочего дня, садится перед телевизором, как правило, ну, даже вот если он выбирает кино, там вот через эти стриминговые платформы, ну, стопроцентно это будет выбор. Какая-нибудь лёгкая комедия, какой-нибудь такой боевичок, ужасный. То есть, ну, дома ты настроен скорее всё-таки развлекаться, чем смотреть, даже если у тебя большой прекрасный экран, вот в одиночестве какие-то серьёзные фильмы. Вот мне почему-то... Это то, о чём мы час назад говорили с нашей гостьей, с психологом о цифровой деменции, о том, что мозг ленится. Мозг ленится, да. Скорее поэтому мы выбираем комедию, чем какой-то серьёзный фильм. Я бы добавил, что при этом вы как раз и не отдыхаете. Этот фильм отдыхает за вас, потому что, ну, если вы смотрите всякие юмористические шоу, да, есть закадровый смех, он смеётся за вас, а вы на самом-то деле и не отдыхаете. На комедии вы гораздо больше отдыхаете, но вспомните свой киноопыт. Когда вы приходите в зал, и весь зал смеётся на волне, даже когда вам не смешно, вы просто заражаетесь общей эмоцией. Или, если вы ребёнок, вы начинаете включать мозг. Почему эти взрослые смеются там, где мне не смешно, а там, где я ухахатываюсь, взрослые сидят и не улыбаются даже. То есть, конечно, мозг прокачивается намного лучше в кинотеатрах. И это связано не только с новыми технологиями, то, что сейчас называется инфопузырь. Мы для комфорта забираемся в свой информационный пузырь, мы общаемся только с теми, у кого те же интересы, что и у нас, и в итоге мы не отдыхаем. А мы как белка в колесе прокручиваем в голове всё те же паттерны. То есть мы работаем намного больше, хотя нам кажется, что мы пришли расслабиться. Вадим, удалось ли вам посмотреть большинство из этих фильмов, учитывая то, что, к сожалению, в прокате у нас что-то привозили, когда успели в прошлом году летом на какие-то фестивали, что-то можно было посмотреть на стриминговых платформах. Как сейчас искать такое кино «Оскаровское»? Сейчас, конечно, есть все эти платформы, тем более, насколько я понимаю, Netflix запросто можно подключать здесь, в Латвии, и у Netflix было около 30, что ли, номинаций в общей сложности. То есть так или иначе эти фильмы попадут. Но я думаю, если вы не знаете, как эти фильмы посмотреть в интернете, попросите ваших детей, они бесплатно достанут в интернете всё, что угодно. И да, я фильмы, большинство из них я посмотрел. Повезло. Что произвело наибольшее впечатление и что бы вы могли порекомендовать нашим слушателям? Ну, как я уже сказал, наибольшее впечатление – это мультфильм «Душа». Ну и второй мультфильм «Легенда о волках», хотя он локальнее чуть-чуть, да, но всё равно это 2D-анимация, это очень здорово сделано. Эта анимация как раз в первую очередь думает о зрителе. Они понимают, что просто так детей там 5-летних, 6-летних родителей в кино не отпустят. Значит, надо делать фильм, который понравится и родителям, и бабушкам, что там будет очень многослойное содержание. И, естественно, эти фильмы я и могу порекомендовать. Все остальные, но это уже зависит от ваших вкусов, от ваших предпочтений. Насколько... Универсальных только 2. Да, вот если взять фильм «Отец» Энтони Хоупкинс, его всё-таки вторая награда после 30-летия прошедшего смолчания «Ягнят», насколько здесь его победа была абсолютно оправданной и предсказуемой? Ну, дело в том, что Хоупкинс, конечно, суперактер, и здесь он сыграл не просто... Обычно пишут, что вот человек осмелился, сыграл человека, болеющего какой-то деменцией, или Альцгеймер, не совсем понятно, что если смотреть чуть-чуть глубже, он здесь сыграл не только старика. Если вы смотрели фильм, он же там из-за того, что теряет память, его перебрасывает в разные моменты его прошлого. То есть мы видим Хоупкинса молодым, когда он заигрывает с медсестрой, он там чуть ли не чечётку готов танцевать. А в самом конце фильма, если досмотрели фильм тяжёлый, он в ребёнка превращается. Он 80-летний мужик бросится на ручки. Это сделано просто колоссально, и это действительно правда, потому что у меня такой личный опыт был. Я видел таких людей. Но когда вы получаете приз за лучшую актёрскую роль, значит, что что-то не в порядке со всем остальным. Во-первых, это пьеса. Во-вторых, да, мы смотрим глазами этого человека, и до поры до времени мы не понимаем, что происходит. Это немножко похоже на триллер. Но в прошлом году был фильм, который сделан ещё более изобретательно. Это я думаю, как со всем этим покончить, Чарли Каутман. В этом плане, конечно, фильм проигрывает. Ну и, конечно, упущена просто фантастическая возможность, потому что в этом фильме Хоупкинс в какой-то момент понимает, что с ним что-то не так, и начинает юлить, начинает подстраиваться, чтобы его не отдали в дом престарелых. Из этого можно было сделать такую комедию, вирическую, очень душесчипательную, но комедию, как человек выкручивается. Ну, как фильм «Безумие короля Георга», например. А здесь всё решили выжать просто на слёзы, и вот это, конечно, такая эксплуатация. Я понимаю, что Хоупкинс сможет с вами сделать что угодно. И хорошо, что он продолжает просто работать актёром, а не устраиваться какую-нибудь фирму, кого-то пиарить. Он бы вас просто наголо раздел. Вот просто. Хорошо, получает. «Оскар» прекрасно. Но смотреть этот фильм, не смотреть, решайте сами. Есть фильмы на ту же тему лучше. «Земля кочевников». Насколько здесь всё было честно и полная ли это победа, поскольку осталось всё-таки, мне кажется, «Суд над Чикагской семёркой» очень обойдён совершенно «Оскарами», хотя мне эта картина понравилась очень сильно. Ну, видите, «Соркин» — это всё-таки сценарист. И как только у сценариста дают все рычаги, получается более такой разговорный фильм. «Земля кочевников» — это не просто разговорное кино. Здесь много атмосфер, здесь много кинематографических приёмчиков. Они все не новые. Вообще, этому фильму самое место на фестивале в Санделс, на фестивале независимого кино для начинающих режиссёров. Почему он получил «Оскар»? Было ли это честно? Это было честно, потому что и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения эстетики, ориентация Америки, американского кино, на то, что мы делаем универсальное кино для всего мира. Вот вам, пожалуйста, у нас режиссёр Китаянка, которая училась в Лондоне, сняла фильм, который получил приз в Венеции, и теперь мы сверху залакировываем всё это американским студией Дисней, которая по своим каналам его будет распространять. Бинго! Всем должно понравиться. Ну, а особым эстетом есть ещё и тема кочевников, то есть намады. Это философская проблема, которая волнует французов с 1972 года, а весь окружающий мир где-то примерно с 80-х. Сейчас уже появились даже подкасты этих намадистов, они по-разному себя называют. То есть кочевники – это не просто бомжи. Надо понимать, да? Айтишник тоже может быть кочевником, кататься на серфе где-нибудь в Майами и в то же время набирать программку, которая тут же моментально улетает в офис Apple или Google. Тема универсальная. Ну, с такой достаточно социальной критикой, там показана и патагонная система того же самого Амазона, и как-то все это. Ну, вот мне показалось, что фильм из тех, которые с огромным удовольствием в советское время брали в прокат, чтобы показать ужасы капитализма, и он такая прямая противоположность Америке, которую мы представляем себе там по «Секс в большом городе», скажем, сериалу. Я, насколько я понимаю, кстати, сцены на складах Амазона достаточно смягчены, в отличие от оригинальной пьесы. Да, я и сказал бы, что скорее смягчены. Может быть, у меня, конечно, немножко такая теория Сагара в голове, но Безос, то есть хозяин Амазона, это вообще-то принстонский выпускник. Хочу напомнить, что Фрэнсис Макдорманд, в первую очередь, которая не только актриса, она и продюсер этого фильма, она ведь жена Джоэла Койна, то есть эти наши знаменитые братья Койны, которые тоже забирают все Оскары, когда только снимают фильм, и один из этих братьев тоже принстонский выпускник. Так что про критику капитализма я бы не был настолько прямолинейен. Я думаю, что там все-таки есть нюансы. Но и сам Безос человек очень интересный. Это не просто такой вот махровый капиталист. Заметьте, человек, который начал с торговли книжками и всю жизнь говорит, ребята, читайте фантастику. Я заработал все свои деньги, просто потому что в свое время прочитал «Лавину» Нила Стивенсона. Кто из вас ее читал? Ну и все. Причем этот капитализм? Это человек пропагандирует чтение. И опять же, мы возвращаемся к ситуации на час назад. Час назад мы пропагандировали чтение. Отложи гаджет, возьми в руку книжку. И лучший иностранный фильм. Здесь было ли все запрограммировано и предсказуемо победа фильма датского еще по одной? Да, я думаю, что других вариантов просто не было. Я очень боялся, что награда Оскара получится превратиться из профессиональной солидарности, ну просто вот в такую мелодраматическую сцену, когда Оскар вручается актеру только потому, что он умер, Виттенбергу только за то, что у него дочь погибла. Он в честь этой дочери снимал фильм и как-то преодолевал психологическую травму. Значит, вот начнется, да. Ну понятно, в условиях пандемии такие чувства витают. Но ограничились только Винтербергом. Не скажу, что мне этот фильм понравился, просто действительно выбирать-то было не из чего в этот раз. Так что заслужено, да. Будущее. Ну вот если можно, вот если мы посмотрим, вернется ли ситуация после пандемии в прежние времена, или все-таки что-то изменится уже неизменимо? У меня большая надежда, что потребность в коллективном опыте, она все-таки сохраняется. Я не знаю, видно ли то, что у меня на фоне. Да, видно. Это настольные игры. То есть сейчас, как мне кажется, да, опыт вот этот коллективный собираться, вместе думать, вместе получать какие-то впечатления переключилась на настолки. И там за последние 3-4 года такие революционные изменения, которые, ну, в кино просто не с чем сопоставить. Уже 25 лет ничего такого новаторского не происходило. И если те дети, которые сейчас, ну и взрослые, которые сейчас сидят на настолках, если там начнется кризис, они могут переключиться в кино, пойти, им будет сериалов недостаточно. И начнем видеть, будем смотреть какие-то экранизации настолок. Я не исключаю такой вариант. Да, тем более, Джуманджи. У нас уже есть опыт перед глазами. Спасибо. Интересный прогноз. Спасибо огромное. Спасибо. Вадим Агапов, кинокритик, сегодня с нами был. Хорошего дня. В связи, хорошего дня, всего доброго, до свидания. Нам пора уже заканчивать. И напомним только, что эфир продолжается, Радио Болтком, очень много интересных гостей сегодня ожидается в нашем эфире. Ну, а пересказ наших радиовстреч, назовем это так, ежедневно на портале MixNews.lv. Добро пожаловать читать. Утро на Болткоме.